Потеря зуба не приговор. Существуют способы сохранить вашу улыбку красивой и здоровой. О том, как это сделать, расскажет наш сегодняшний гость. Врач-стоматолог клиники Унидент Арт Александр Грудай. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, кому необходимы зубные импланты и что это вообще такое? Значит, нужно начать с того, что зубные импланты – это так называемый искусственный корень. Это титановый винт или шуруп, который вставляется в кость, в нижнюю или верхнюю челюсть человека. То есть, соответственно, они необходимы тем людям, которые по тем или иным причинам потеряли зубы. Их модели сегодня представлены на нашем столе? Да, это схема. Сколько времени приживается зубной имплант? Есть такое понятие, в 60-х годах разработали понятие остеоинтеграция. Это когда не сам имплант приживается, это организм принимает его, это инородное тело, принимает или нет. Значит, понятие остеоинтеграции, оно, если мы говорим или верхней, или нижней челюсти, оно может варьировать, но это в среднем 3-4 месяца для нижней челюсти, 5-6-7 месяцев для верхней челюсти. Конечно же, всех телезрителей волнует вопрос, насколько больно вставлять эти зубные импланты. Ну, я хочу обратить внимание, что любая хирургическая манипуляция, она делается под анестезией. В данном случае необходима местная анестезия. Это во время работы, это процедура менее простая, например, по сравнению с удалением зуба. Поэтому во время работы человек не считает никаких дискомфорт, может ощущать, а никаких болезненных ощущений он не ощущает. Сколько времени длится эта сложная процедура? Ну, я бы не сказал, что эта процедура настолько сложная. Есть хирургические операции удаления, которые намного сложнее, намного травматичнее эти вмешательства. По времени все зависит от исходной ситуации, от количества их, от самого плана лечения. Если это один или два импланты, это может весь визит быть 15, 20, 30 минут. Очень быстро. Насколько болезненным считается период после процедуры? После операционного периода, также если мы сравниваем после удаления зубов, то этот после операционного периода более благоприятный. Потому что практически все операции по имплантации, они плановые. Поэтому могут быть назначены определенные препараты до операции и после операции. Поэтому во время работы ничего не болит. После, конечно, после операционного периода любой хирургической манипуляции полости рта, он 10 дней. Поэтому в течение нескольких дней, конечно, есть дискомфорт, есть отек. Это нормальное явление. Все это нужно отслеживать, отсматривать на контрольных визитах и отслеживать ситуацию. В каких случаях возможно отторжение? Значит, по поводу отторжения они случаются. В общем, есть определенные риски. Любая хирургическая операция или манипуляция имеет свои риски. По поводу операции на имплантации риски составляют 4-6%. То есть успех, положительные результаты вообще имплантологии 94-96%. Некоторые авторы в мире, в литературе описаны случаи, что 98%. Ведь не вся проблема в импланте, а проблема принимает и насколько хорошо принимает организм это народное тело. Потому что фирм имплантологических очень много, их больше тысячи различных. Но нет ни одной системы, которая была бы хотя бы на уровне, чем натуральный свой зуб. То есть мы не сравниваем зубы с имплантами, не меняются зубы на импланты. Импланты нужны только тогда, когда есть какой-то дефект. Поэтому, если получилось отторжение, это тоже, как вы говорите, не приговор. Потому что есть повторная операция, которая называется реаплантация. То есть беру другой имплант и немножко с другой тактикой. И обычно повторные операции, они более успешные. Кому противопоказана такая процедура? Есть абсолютные противопоказания и относительные противопоказания. Относительные противопоказания могут быть местными, могут быть общими. Общие противопоказания – это такие заболевания, как сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, предрасположенности или подозрения на какие-то онкологические заболевания. То есть мы, если мы работаем в полости рта, мы обязательно должны учитывать весь организм в целом и его состояние. Из относительных противопоказаний локальных – это, конечно же, если вы обратите внимание, и у импланты есть определенный объем, определенный размер. То есть для того, чтобы, как показано на статуэтке, чтобы титан нес этот зуб, у него должен быть определенный размер, то есть он определенный форм. Поэтому из локальных противопоказаний может быть это дефицит костной ткани, которую мы должны использовать для установки самих имплантов. Но любые противопоказания могут быть относительными, потому что есть дополнительные операции, дополнительные манипуляции, которые создают условия, в том числе костной ткани, создают необходимый объем для того, чтобы его потом использовать уже дальше в имплантации. Поэтому, возвращаясь к разговору, вопрос о сколько времени это занимает, это все индивидуально. Потому что если условия стандартные, более-менее простые, как говорится, неосложненные условия, тогда эта манипуляция производится достаточно быстро. И если мы должны сначала подготовить условия или это сочетанная операция, тогда, конечно, это занимает больше времени. Каждый случай, он индивидуальный. То есть есть определенные варианты, определенные тактики работы. Уже исходя из исходной ситуации, исходя из плана лечения, уже строится дальше тактика. Поэтому здесь мы не гонимся или не преследуем цель сделать это быстро. Но нас интересует, чтобы это было качественно, чтобы это было адекватно, чтобы это было надежно. Через какое время после удаления зубов уже показаны имплантации? Дело в том, что разная групповая принадлежность зубов, есть зубы, у которых есть один корень, есть зубы, у которых есть два корня, есть зубы, у которых и три, и четыре корня, может быть. Это раз. Если мы удаляем зуб, у нас в кости челюсти образуется дефект. Там, где были раньше корни, там и появился дефект. В большинстве случаев этот дефект не позволяет сразу установить импланты. Это одно направление. Другое направление зубов не удаляется просто так. Есть определенные показания. Возможно, там было осложнение. Обычно практически все осложнения невоспалительного характера. Если раки раны инфицированы, тоже не рекомендуется устанавливать сразу импланты. Если это многокорневой зуб или двухкорневой, можно ждать регенерации организма, заживление, место удаления происходит на клеточном уровне в течение года. Но клинически это кость молодая. Ее можно использовать в некоторых случаях через 3-4, иногда через 6 месяцев. Уже после непосредственного удаления можно приступать. Но нужно обязательно делать контрольный снимок для того, чтобы удостовериться, на какой фазе идет регенерация именно образования этой молодой костной ткани. Сколько времени прослужит зубной имплант? Это очень хороший вопрос, потому что каждый организм индивидуален. Потому что импланты устанавливаются с учетом того состояния организма, которое существует на данный момент. Никто из нас не знает, будем ли мы болеть через 5-10 лет. Поэтому эти все инородные тела, учитывая состояние на данный момент. Но в принципе литература описывает, что импланты служат 20-25 лет. Иногда он говорит, что жизненный показатель – всю жизнь. То есть если человеку 50 лет, допустим, у него имплантанты и срок службы 25-30 лет, тогда можно говорить, конечно, что это практически всю жизнь. Дай Бог, сколько проживет человек. А если человеку 30 лет и имплант служит 15, то, конечно же, это не всю жизнь. Ничего вечного не бывает. Все это очень индивидуально. Сегодня ценными советами с вами делился врач-стоматолог клиники Унидент Арт Александр Грудаев. Желаем, чтобы ваши улыбки сияли так же, как улыбки знаменитости. Кстати, именно о них и пойдет речь далее.